С початка года у Петрковской районы Канкам завернулись крыху больше 100 человек. Это маленько на 20% меньше, чем было летость. Практично каждое третье питание течется работой жилево-командальной господарки и доброго порадкования. А про четвертый год довольно часто у Петрковской районе звертаются по питаниях организации бесплатной рыбалки. У свой час шмат такие домовладания, размещенные на березе Припяти, на ближайших и инших городах, у первого черга Минска. А лето теперь частка ракиз находится у аренде и для рыбалки необходимо набывать специальный дозвол. Гэта ж значится и на ведовников агросядзив. Правда, на приеме у Петрчага намечника керунка администрации президента гэтае питание не уздамалося. Хоть в уголе без финансовой тематики не обышлося, вертание сродку, яке знаходзися на щадных книжках грамадзян участия Советского Союза, казали об этом не однойче, але калі мерковаць по гэтому звороту тема усеяще заявляється актуальны. Максим Рыжанков заклопоченность поделяє, але лечить, што пакуль финансовая система краины не готовая до такого кроку. А прича того, необходно выплацвать схему вертання сродку. Это требует принятия законодательного акта, определения категории людей, какой-то список. Самое главное – это деньги и потом справедливое их распределение в соответствии, знаете, с неким каким-то стандартом или системой, чтобы никто не был обижен. Проблема, за якой звернулись жахари поселка Капсевича, у Владимира и Алина Миляшкевича не выращается уже омель два годы. Менавито стольки часу притягивается ремонт дома, у яким я не проживаюць. Докладний ремонт даху офицейно уже завершенный, але юн тяче при кожном бочем межмостном дожив. Пакуль мясцовый рай жил Камгас и фирма Ваканавца разбираются у судах. Жахари дома периодично ликвидують наступство стихии и недопросубленной работы. Больше половины оклада я заплатил за ремонт подъезда, чтобы объявили подъезд. Это у нас 6 квартир и такая сумма за подъезд. Дело в том, что крыша была раскрыта, как открыли, она все просто по стенам текла, затекала, вот эти пятна и прочее. И мы обратились еще потому, что у нас в прошлом году не было заливания, но было промокание. Квартира была новая крыша, промокла в квартире. До ручения первого наместника керевника администрации президента на протягу двух дней ликвидовать недопросовки силами коммунальников и далее при необходности разбираться с подрачком про суд. Прием у Петрикове протягивался каля двух годин. И за этот час Максим Рыжанков разглядил пытание, яке отличится самых розных сфер. Вертание предприемства, чеков моемость, организация гандилого обслугования и утрамания дорог у невеликих поселках, приватизация жилья и неуплата податков приватным предпринимательникам. Причем не все проблемы, в частности, только Петриковского района. Сустретство с первым наместником керевника администрации президента проезжали на воду с Гомеля. После завершения приема Максим Рыжанков, отзначая, это была добрая махчимость ознайомиться с реальной ситуацией в регионе. Для меня это очень хорошая возможность посмотреть, чем вообще живет страна, увидеть реальные нужды людей, а не только то, что собирается бумажными отчетами в Минске. Посмотреть, как действуют различные организации культурной, социальной сферы, как предприятия работают, вообще ухожены ли наши районные центры, городки. А это все создает впечатление о том, как работают наши представители власти на местах. А это значит и говорит о том, какой у них авторитет, какая поддержка со стороны населения. И вообще, работаем ли мы для этих людей, или мы, в общем-то, работаем на бумагу только.